У этих трех юношей и двух девушек начинается новая взрослая жизнь. Они стали обладателями ключей от своих первых собственных квартир. Жилье им положено по закону Московской области о предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Это всегда радостное событие. Я очень надеюсь, что для ребят, мальчишек, девчонок, которые сегодня получат свои ключи от собственной полноценной квартиры, это тоже станет и событием позитивным, и таким, знаете, как аэродромчиком для того, чтобы куда-то вверх взлететь. Антон Куликов учится на третьем курсе колледжа Московского регионального социально-экономического института. Получая заветные ключи, он пришел вместе с опекуном, тетей Мариной Алексеевной. Очень приятно, очень волнительно, что о детях-сиротах заботятся. Мы получили ключи, чему, конечно, очень рады. Он очень доволен, очень рад, что у него есть свое. Вот, а теперь есть свое. А вот Валерия Маврина – девушка самостоятельная, уже работает и снимает квартиру. Говорит, о собственной жилплощади давно мечтала. Радость, облегчение, что просто какой-то уже новый этап начнется, уже новые вершины покорять, потому что это немного тормозило. В квартирах сделан качественный ремонт, внедрена система «Умный дом», есть вся необходимая сантехника и электрическая плита. Глава муниципалитета Алексей Спаский вручил ребятам также сертификаты на приобретение стиральной машины. Спасибо огромное за то, что вы выделили детям настройки. Большая вам благодарность, потому что это для нас огромнейший подарок. У нас принципиальная позиция, мы новые квартиры стараемся, потому что это все равно, повторюсь, это самое малое, что мы можем сделать. Спустя пять лет ребята смогут приватизировать квартиры и распоряжаться ими по своему усмотрению. До конца года собственным жильем будут обеспечены еще шесть юношей и девушек. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.